Карганинская область посетила официальная делегация из Беларуси во главе с представителем Минского облсполкома Борисом Батурой. В ходе встречи с Акимом области Бауржаном Абдишевым был подписан ряд соглашений о взаимном сотрудничестве, а также состоялась презентация первого казахстанского беллаза. Материал Марка Брюшко. Открывая встречу, Бауржан Абдишев поблагодарил гостей за приятный визит. На встрече также присутствовали заместители Акима области, депутаты областного Маслихата. Бауржан Абдишев отметил, что прежде всего развитие регионального сотрудничества между двумя странами – приоритетная задача для нашей области. Также глава региона рассказал о том, что Карагандинская область полностью открыта для сотрудничества. Также в свете нашей договоренности, которая по моей рабочей поездке достигнутых, мы готовы сегодня начать сотрудничество марш-состроительного нашего предприятия «Биомаш» с белорусским полником Амкадор. Эти вопросы в этом направлении уже достигнуты. Результат сегодня также будет подписание дилерского договора по реализации сервисного обслуживания. Борис Батура, предстоятель Минского область полкома, в ответном выступлении выразил слова благодарности за гостеприимный прием. Он также отметил, что Карагандинской и Минской областям необходимо более интенсивно заниматься развитием межрегиональных связей. По словам делегата, товарооборот между двумя областями по сравнению с прошлым годом вырос. Это подтверждает, что шаги на пути к сотрудничеству двух государств дают пользу. Также председатель Минского область полкома не остался в стороне некоторых нерешенных вопросов, например, строительство молокоперерабатывающего завода, развитие сервисных центров и тракторного завода. Перед поездкой сюда премьер дал мне принятое поручение проконтролировать, как это осуществляется в Карагандинской области. Потому что когда он посещал Казахстан, он уже был и здесь, и были осуществлены определенные договоренности. В рамках встречи Бауржаном Абдишевым и Борисом Батурой были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве. Чиновники отметили взаимовыгодность сотрудничества между нашими странами и обменялись памятными подарками. После совещания чиновники посетили сервисный центр компании Борусан Макина и Карагандинский литейно-машиностроительный завод. Борис Батура отметил высокий уровень безопасности на производстве и оснащенность предприятий по последнему слову техники. Кроме того, на Карагандинском литейно-машиностроительном заводе состоялась презентация первой у машины БелАЗ казахстанского производства. Мы сегодня подписали план мероприятий, где детально указали конкретные мероприятия, которые мы в ближайшие годы будем реализовывать. И сегодня, находясь на нашем Казахстан-Малазе, вы знаете, мы два года назад с участием главы государства выпускали первый 90-томный КАМАЗ. Сегодня уже после этого времени проведена работа, получены полностью сертификационные документы. Мы подводим некоторый первоначальный итог нашей совместной деятельности. Я имею в виду Карагандинской области и Минской области нашей страны. И результат, ну, конечно, хотелось бы большего, но тем не менее он обнадеживает. То есть те уже договоренности, которые есть, они начали воплощаться в жизнь. По словам Сергея Потелицына, генерального директора предприятия КАС БелАЗ, стоимость одной такой модели БелАЗа с учетом НДС и всех комплектующих составляет порядка 40 миллионов тенге. Возможности завода позволяют ему производить около 35 подобных машин в год. Эта машина собрана, испытана, согласно требованиям технического регламента полностью, оформлены все документы соответствующие и получен сертификат СТКЗ. То есть это уже мы можем смело сказать, это машина, собранная по документации из комплектующих БелАЗа, с полным привлечением специалистов Казахстана, технических специалистов, конструктор, технологическую документацию перерабатывали. И испытана в соответствии с техническими требованиями Таможенного союза. Марк Брешко, Сеслана Мандыков, Марат Култинов, Первый Карагандинский.